пацаки всем пацаки всем привет смотрите внимательно это видео потому что я не знаю когда мы в следующий раз выберемся в метро у нас после этой вылазки замес начался поэтому возможно мы на паузу сейчас поставим вообще все вылазки в метрополитен и в этом видео мы разыгрываем 100 американских долларов сша для участия вам нужно подписаться на канал поставить лайк под этим видосом и написать комментарий любой позитивный комментарий в поддержку канала супер суз и ровно через неделю stories в нашем инстаграм мы выберем победителя и отправим денежки в любую страну мира по электронной и вот этой банка на карту куда угодно скинем поэтому милости просим приятного электронного просмотра метрополитена привет друзья всем добрый вечер прямое включение появилась информация что сейчас есть метро один какой-то очень хитрый такой через трубы за вас но но сейчас метро попасть практически нереально если реально туда попасть и там его практически нереально проводить время все в датчиков камера сейчас спустимся короче замаскируемся под монтёром и попробуем сколько времени нам удастся пробыть закрытом метро у нас будет три часа времени до открытия пока электричество вот идут погуляем по ночным туннелям покажем вам пейзажи и попробуем не приняться или приняться метро спит как-то метро засыпает диггеры просыпаются только не успели мы отъехать нас уже арестовывают добрый вечер добрый вечер вы нас оставлюйте да нас оставлюйте да это мы да 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 просто документы что-то никто просто привитать не пьем не курим подписчик вас уже два года не живем ну я бачу да по блоге додому а куда додому не только гулять только гулять едем только выехали евреи сфоте можно с вами ну конечно честно подписаны ну коротко муха ночной дозор только выехал так друзья все залезли окольными путями в метро мы хотим сегодня очень нужно не существует как бы из-за лаза в метро а если они есть там тяжело проводить время потому что всюду камеры датчики сегодня у нас эксперимент сколько мы продержимся в ночном метрополитене для этого за лешеветки держите о метрополитенки для держи димон все одеваемся в монтеров одеваем фуражки фильм мне тоже куртка совсем старая так на из общей там есть на 50-е году мы будем отсиживаться где-то до 3 до 4 часов ночи поджем пока работники сделают свою работу и уже потом переодеты в самих работников пройдем наша задача пройти хотя бы три станции и вылезти вообще в идеале другим путем потому что здесь мы за собой уже все закрыли у нас пути назад нет у нас есть только путь вперед поливаша спалимся сегодня или нет нет все пройдет четко опа заявочки бону так что сразу идем в ствол ну конечно а что думаешь там не можешь людей под эскалаторники могут быть ну процентов 20 что не буду то есть шансы в принципе у нас хорошие в любом случае будем слушать внимательно прислушиваться не шуметь если там есть люди мы по любому услышим а это же вентиляционный тоннель он изначально для людей не предназначен то есть он не не как аварийный выход хочу решетка открыта но это диггеры проделали прогрызли какие-то вражеские силы то ничего киевские лаза тебя пять лет назад прогрызли до сих пор стоит конечно наш последний шанс попасть в метро сейчас полила поддерживаете господина фона я не знаю герма была всю жизнь открыта а мы можем как-то открыть ее там закрыта полностью герма дверь но не факт что она закрыта в охранных целях они могли ее на зиму просто закрыть для согрева видите здесь идет тупиковая шахта заделанная бетонной плитой и выход в сторону проломан просто варварский непонятно кем прогрызан причем здесь была вот такая внешняя стенка из фанеры а дальше заделана металлическим железом это же прогрыз кто-то сейчас глянем что там снизу тут метров 30 до смотрите на дне шахты проход в метро перекрыт полностью огромными герма дверями и они снаружи гладкие нету механизма в который можно было бы вклиниться чтобы хоть как-то их открыть весь механизм скрыт внутри клада запустили пацаны запустили эскалатор прозвучал звонок и включили эскаватор ну будем заходить с запасного входа потому что этот сожалению полностью закрыт но у нас есть запасной вариант продолжим уже оттуда все подальгим погнали а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мальчики... Это инспекция метрополитена! Ну что вы делаете? Мы на спецзадании... Мы на спецзадании, проверяем крещатик... Ну пожалуйста, ну... Собака разрывает... Сейчас сидит уже в милицию, я бы сказала... Ну что это вы делаете? Все, простите, мы уходим на нижний уровень и уходим уже в канализацию... Ну зачем оно вам надо вообще? Все, нас тут не было и вас тут тоже не было... Хорошо, давайте, не приходи... Все, мы не будем больше приходить... Скоро по двое? Нет, я один... Я сейчас проверю эскалатор крещатика и выйду на станцию... Давай, уходите... Я же сотрудник... Уходите... Все, доброй ночи... Простите за беспокойство... Берегите себя... Нам 200 метров спуска предстоит... Уходите... Блядь... Все, чеки бомбони... Мы дружная команда... Мы в сборе... Никто не паникует... Никто не дает заднюю... Все на уверенном... Тулинг вперед, только вперед... И мы прошибли своей уверенностью... Вот эту вот охранницу... Она нам пожелала удачи... И мы с этой удачей спускаемся дальше вниз... Я думаю, что все будет на нашей стороне сегодня... Все, спустились на глубину 200 метров... Это наш знаменитый бункер... Старенький... Киевского метрополитена... Который мы держим на свою типа эту... Ну, на запас, как говорится... Спустились на глубину 200 метров... И сейчас отсюда уже почти в метро... И будем маневрировать дальше... Что дальше будет делать? Вон, а курсирует... 2021 год... Ну, лазить по метро уже не получится... От окна будем залезть... Ты мне скажи одно... Ты что, обманул женщину? Так а я там вообще... У тебя сердечко не ёкает, когда ты так делаешь? У меня там не было... У меня там не было... Для защиты... В принципе, здесь невозможно протиснуться... Мы уже все проверили... Все щели со всех сторон... Ну, придется идти на самый отважный... Третий путь... Ломать мы не будем ничего? Нет, конечно, мы ничего не будем ломать... У нас абсолютно... Сегодня у нас голые руки... Типа, если бы у нас был какой-то инструмент... Мы бы тут легко смогли... Да... Магия диггерства сделать... Хоть вот такой вот залаз... У нас нет ничего... Конечно... У-у-уу... А-а-а-а-а-а-а- Ca-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Друзья, вот о чем мы говорили... Сейчас еще пойди-попади в метро... Есть какие-то... предвходные районы... Дальше тупо никуда... Уже третье место мы тыкаемся носом... Как дети в жопу... Не можем никуда завезли... Это вообще капец какой-то. При том, что профессионалы высочайшего уровня. Такая работа поганая за 25 тысяч в месяц. Саша. Слышишь, Саша. Саша. Александр. Да. Вот тут придешь, где я. Да. Давай. Простите, что потревожили вас. Покажет документы сейчас вам начальник Саша Криасан. Нахванится, да? Саша, покажи документы. Можете сфотографировать. Мы просто думали, что мы выйдем на Крещатик, а оказалось, что там завалили гермодверь. И вообще не има хода никакого. К сожалению, пришлось возвращаться. Я сниму для себя. Конечно. Просто, чтобы не было никаких этих. Вы нас выпустите через низ? Да. Через ворота? Да. Вы представляете, какой там лабиринт снизу? Это выход на красную линию. Я не представляю, я там не хожу. 200 метров под землей. Сумасшедший лабиринт. Это красная линия. 1960 год постройки. Собака не покусает? Покусает. Аккуратно собака может куснуть. Не туда, не туда. Вот шахта. Копер. Все, доброй ночи. Простите за беспокойство. Будем предупреждать в следующий раз. Ну, конечно. Лучше так. А то, ну, лучше сказать, что вы будете. Ну, понимаете, мы думали, что мы с другой стороны пойдем сегодня. Оно так оказалось. Мы дважды в тупик уже уперлись сегодня. Там же что же лабиринт? Это же кто его строил? Там точных карт нет. Каждый раз приходится на ощупь это прощупывать. Понимаете? Мужинное состояние, да? Да я вам не верю. Я доложу руководству, они пускай разбирались. Не, ну вы же фотографировали документы. Молодец, Джек, молодец. Куснула? Все, вывозь то, будь ласка, доброй ночи. Да, если что, на связи. Все, до побачения. Все, идем дальше, на пятую точку. Здесь снова не получилось. Нас третий раз уже за ночь остановили. Добрый вечер. У нас там машина припаркована возле театра Ивана Франка. Нас, ребята, к нашей машине везут. Нам строить вы и завтра зараз не можем. А что? У нас там завтра. Давай тогда здесь попрощаемся, с тобой зайдем. Все, ну пошли пешком тогда. Все, да. Слушай, ну, только залить я полину, а я Диму не задеваю. Развернуться. Что на этом, во вторник? Да. Все, это да. А, мы пешком идем? Ну, конечно. А кто? Я с тобой идолю. Что, друзья, на сегодня закончили. Уже 4 утра, сейчас откроются поезда, начнут ходить. Сегодня 6 попыток, 6. И не удалось ни одна, но мы не сдаемся. Мы продолжим. Следующий день это все. Сейчас пока домой. Пацаки, не переключайтесь. Еще одно мгновение, и мы снова будем штурмовать киевский ветрополитен. Все, всем в добре. Не косилось ли они? Они вообще на своем приколе. На меня не косилось? Они между собой базарили нормально все. А тут каймой нет? Так, господин Боно, добрый вечер. Все, мы сейчас заходим в метрополитен, в недра, и будем проникать в тоннель. А тут нету камеру видеонаблюдения? Камер нет, но есть охрана, они здесь периодически делают обходы, ну, чтобы не происходило безобразие, поэтому лучше здесь долго не стоять. А сигнализация на дверях? Ну, конечно, вот. Так, все знают этот подземный переход, это переход между станциями Крещатик и площадь независимости. Ночью его закрывают, он работает только в определенные часы, сейчас он закрыт, здесь абсолютно нет людей, и это является нашим входом в сегодняшнюю коммуникацию метрополитена. Добрый вечер. О, табачком пахнет. Так что сигнализация отключена в дверях? Ну, конечно, наш человек его отключил. А, ты позвонил, да, куда надо? Ладно, полетели. Санин уже не терпится, уже... А я перездувал, как первый раз мысли вас обезли. Сегодня под официальной гидой, сегодня в СУС ты будешь работником метрополитена, то есть уже не будешь, как говорится, прятаться по углам, больше на уверенном... Ч-ч-ч-ч-ч-ч, машинкастая. Будешь на уверенном идти по тоннелю, и тогда у нас все получится. Вот, соответственно, форма. Выдаю тебе самую мажорную. Да, электромеханическая служба, это мы. Так что, мы маскируемся полностью подработников? Конечно. И что, оно проканает? Да. Удостоверение, ничего такого не надо. Ну, все зависит от нас. Если сделаем все грамотно, в принципе, у нас есть зеленый коридор до Арсенальной, а уже там под вопросом. Там наших людей нет, поэтому тяжело было договориться. Вот, в принципе, наша дверь. Это уже дальше находится тоннель. Открываем ключами. Естественно, ничего не ломаем. Сегодня на официальном. То есть у тебя еще с работы остались ключи? Ну, как бы отдавал. Оно вот тут, по-моему, начинается буквально через 50 метров тоннель метаполитена. То есть даже если кто-то и придет сейчас за нами, то они упрутся просто в закрытую дверь? Конечно. Пацаны, у нас в друзьях сегодня Полина. Полина сейчас активно ведет свой YouTube-канал. У нее на канале вы можете увидеть экспедиции в Чернобыль, вылазки в метро и много всего интересного. Так что заходите, подписывайтесь на Полину. Верхняя ссылка в описании под видео. Все, мы залезли в метро. Уже прямо подошли вплотную к поездам. Но нам сейчас нельзя выходить. Пока что не будем выходить в тоннель. Мы подождем, пока все уляжется. А мы здесь достанем свою поляночку, покушаем. И потом зарядимся энергией и силой. И пойдем гулять по тоннелям. Сусанин обещал очень интересную программу. Один бункер, второй бункер, депо. Что это панебон? Так какая у нас логистика передвижения дальнейшая? Мы находимся здесь. Сейчас пойдем в кабинет, сядем покушаем. А потом отсюда пойдем в тоннель. Вот, первый путь. Все, добро пожаловать в Блатхату. До трех ночи сидим здесь. Друзья, по старой нашей традиции, в первую очередь на подземном объекте необходимо хорошенечко понямать. Сейчас перекусим, скоротаем время за диалогами диггерскими. И полетим уже сдаваться в милицию. За хорошую вылазку. Ох, мерзота яка. Подземная камбуча. Ну что, друзья, еще час остался нам драгоценного времени. Поели попилить. Хочется уже гулять, но нельзя. Еще сейчас, короче, полчаса-час нужно высидеть. Пойдем в перегон. Искать, как говорится, приключения. И показывать вам ночную жизнь метрополитена. Сейчас могут еще шнырять работники. Поэтому подождем. Можем перестрахуемся. Мы пять раз пытались. Сейчас шестой. Поэтому чуть посидим еще часик. И пойдем гуляться. Так что ждем. Друзья, телезрители, я вам просто скажу, что сейчас по правилам метрополитена пользоваться транспортом можно только имея COVID-паспорт, либо PRC-тест. Вот мы вам показываем, что мы добропорядочные граждане. У нас у всех имеются документы. У Боно и у Сусанина имеются COVID-ные паспорта. А вот у Полины и у Саши тест об отсутствии антител сделан в течение 72 часов. Поэтому мы с чистой совестью выходим уже в тоннель. И, собственно, вообще ничего не должно стоять у нас на преграде. Ничего не нарушаем. Кроме закона штата Иринойс. Хорошо, мы напетляем? Да, погнали. Тут надо очень тихо. Тут же станция рядом совсем. А тут нету камер, которые смотрят в тоннель. Есть, но они нас не видят. Серьезно? Так. А главное не светить в сторону станции. Сейчас вообще свет выключать. Да, ну красный, красный. Там уже, уже, блядь. Там большая. Короче, я блядь, сусбоку. Так, все, погнали. А сюда, сюда камера смотрит. Смотрит, но она нас не видит. Там наш человек за камерой. Серьезно? Аккуратнее, потому что камера видеонаблюдения. Это просто ужас. Такое состояние, ну, недопустимое. Это аварийное состояние рельс. Я еще сегодня днем, когда здесь работал, когда, ну, в общем, когда ездили поезда, здесь стоял страшный стук. Я еще думал, в чем проблема. Может, поезд был какой-то с дефектом. А я сейчас увидел, какие здесь рельсы. Это просто страх и ужас. Ну, по таким путям ездить вообще небезопасно. Такие рельсы уже давно пора заменять. Ну, это вообще недопустимо. Друзья, наконец-то с шестого раза мы, наконец-таки, попали. У нас есть один час отвезти душу в ночном метрополитене, в котором сейчас и работники где-то здесь ходят. Ну, ну, что же, на работников как бы сделано не пальцем, нормально все. Мы сегодня хорошо очень замаскировались. Мы пройдем станцию, начнусь станцию метро. Ну, и немножко заглянем, засунем нос, так скажем, в один банкерок по пути. Хоботок свой засунем, как Влада говорит. Сого хоботка засунуть, говорит, туда, куда не надо. Чуть-чуть засунем, посмотрим. Да, потому что надо же бункер почуть готовить тебе. Знаете, скоро зима на дворе. Мы пришли к огромным тоннельным гермодверям, которые перекрывают полностью тоннель и превращают это место в бомбоубежище. И вот тут, что интересно, есть доступ к механизму и можно увидеть саму гермодверь. Ты посмотри, какая она огромная. Это первая очередь, 50-е года. Ты посмотри, какой размер внушающий. Глянь, как они были выбрались. Смотри. Дверь спрятана полностью в нише. И в случае чего нажимается кнопка, она выезжает и герметизирует полностью тоннель. Теперь я не похож на работника, а похож на пыль. Просто. Дорогие друзья, вы на канале Суперсун, мы попали в Берегон, Крисятик, Рациональный. Сейчас зайдем в видео, мы дождемся по четвертому утра. И нам скоро уже надо выходить, потому что скоро поезда выйдут. Она тут могла поймать, а то это штраф 17 тысяч гривен, надо быстрее отсюда уходить. Уже свет включили, надо быстро, 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 быстро. Суперсун, уходит, уходит, не хочет по жопе, не хочет по жопе получить, надо уходить. Кто-то идет, кто-то идет, пошли, пошли. Так, друзья мои, это дверь, сюда вся водичка с перегона вытекает, там насосами подбьется, потом наверх выходит. Ну тут закрытый на замок, мы сегодня ничего ломать не будем. Ну так, можешь не две секундочки туда зазарнуть. Стоят насосы огромные. И воду выкачивают на улицу. И иногда по дрянажке лазишь. И вот это, вы помните, в другой серии, в прошлой, мы говорили, что вода резко в дрянажку выходит. Вот это отсюда, она идет с глубины метрополитена, вот туда выпрыскают и огромный поток воды выбивают. Помните, говорили? Вот. Это насосы мощные стоят, вон видно, видишь, какие макеры. Так, друзья, прошли перегон, сейчас 4 утра, и у нас на пути первая преграда. Это станция арсенальная, нам еще нужно ее обойти. Это командный пункт всей линии, там все работники отмечаются, и там внизу сидит дежурная. Обычно на замцах их нет, а здесь она сидит, и там монтеры сидят и... Дежурные. Если что-то случается, они выбегают на линию, ремонтируют. Нам сейчас надо будет очень тихо это все проползти. То бишь, сделать грех обойти, обмануть. Чтобы увидеть бункер. Бункер. И улицу увидеть, а не вот это. Они в КПЗ сегодня спать. Дома хочется на подушечки надевать, друзья. Такой кайф. Черт. Черным прийти домой и лезть на белую подушечку, лечь. Потом просыпаешься, все черное. Кайф. Все, с этого момента. Пригибаемся. Пролезем. Ну, два у кого, да? Да, два. Ниже, только ниже, прихибайся. Вроде все окей. Ниже. Идем. Все, проходим на станцию. Самый ответственный и самый опасный момент. Погнали. Все, уже лошадь. Жизнь. Ты уже зашла. Ползи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, это первая очередь, это первое депо метрополитена. Это на три состава по три вагончика. То есть здесь девять вагончиков помещалось. Кто не знает, метро раньше было военное. Там было по одному, потом по три вагона всего ездило. Тут как в Париже. Видите туннель? Кто смотрел Париж, кто не смотрел, посмотрите серию нашу с Парижа. Такие же самые формы туннелей. Потому что изначально, когда метро проектировали во всем практически мире, на то время проектировала какая-то одна организация, и туннели во всем мире одинаковой формы. Что в Париже, что в Берлине, что в Вене, что везде-везде одинаковые. И у нас такое же, видишь, это старое. А потом уже советы пришли и начали уже другие делать туннели. С метро раньше было военное, а потом уже в гражданские нужды отдалось. Кто балуется стрелкой? Блядь испугалась. Друзья, если так оборотный тупик, как бы сюда поезд должен остановиться. Я всегда в детстве думал, что это могилка для поезда, чтобы от этой насыпи похоронен поезд. Такая вот детская травма. Но это всего лишь поезд, если вдруг врежется пьяный машинец, чтобы все было хорошо. У нас осталось 15 минут до включения электричества, но надо убежать. Потому что скоро проснется полиция, проснется усатая шапка, и будет хана нам всем. Возьмет нас за строку в районе Днепра. Так что надо быстро очень идти отсюда. Так, подошли к станции Днепр, здесь уже виднеется выброс. Вау, как же это красиво, не передать словами. Атмосфернейшее место. А, что там? Вот этот старый вентилятор прямо в бункер ведет. Друзья, сейчас уже пол пятого утра, уже подали напряжение, уже свет мыкнул, мы просто не успеваем. Поэтому напишите, если хотите, чтобы мы сюда залезли. В следующем видео мы обязательно это сделаем. А сейчас нужно выходить, у нас буквально 2-3 минуты осталось, пока сейчас сюда полиция придет. Сейчас еще нужно обреть сигнализацию четверную, здесь вот такая она, на Днепре, потому что все лезут через портал. И нам нужно обойти сейчас много всего и убежать на мост. Интересно, что здесь, наверное, на антеле замок. Вон сразу, тут вообще сразу на входе идет вентилятор. И вот такие, посмотрите, аэросослонги на входе стоят, очень интересные. Что, думаешь, Бонна, есть смысл возвращаться сюда? Конечно. Конечно, когда ты работаешь? Так, сейчас самый ответственный момент. Наш выброс, если мы сейчас, допустим, человеческий фактор, это обломает весь наш поход. Не моя фактор, да? Нет. Без привязки конкретным лицам. Сейчас очень ответственно, максимально аккуратно, проходим эту станцию. И дальше уже мы на свободе. Слушаюсь, повинусь, повторяю за тобой. Все, полетели. Все, сейчас не светим. Максимально ответственный момент. Дежурная в 8 метрах от нас. Полетели. Тихо, тихо. Электромеханики, третий участок. Еще раз. Электромеханики, третий участок. ЕМС. А как же вы пошли? Мы на гидропарк идем, у нас там тяговая. Т3. Не свети мне глаза. Третья тяговая. Не свети мне глаза, убери. Я не... Не свети мне глаза, я скажу. Мы с Крещатика вышли. А как мы вышли, я не понял, что мы с работал ГПКПТ? Так у нас же пропуск есть. Пришли с гидропарка сюда, до нашей границы участка. Сейчас возвращаемся на гидропарк. У нас 5 минут до включения. Я не понял, откуда ты, от этого гидропарка, дошли. Не, мы с гидропарка пришли сюда, дошли. Все, до нашего конца вот участка. Это граница наша. У нас за тупиками арсенальный узел электромеханический, с гидропарка. До сюда. Вот тут он доходит. У вас посвящение в СИХе? Да, конечно. Покажи. Минутин, покажи мне. Видно? Все, да. Ну, точно, девчонки. Ну, конечно. Тихо, что вы их у вас, что вы где-то. А вы оттуда прошли? Ну, я думаю, что вы не с мистерами. Не, мы же по служебному мостику прошли. Просто прошли отсюда, дошли до границы участка. Все, мы вашу... Уже свет мигал, поэтому нам надо спешить на участок. Все, до свидания. Хорошей ночи. Все. Все. Блядь, вот это жестко. Я на жилетке, короче, вот так вот сделал. Первый раз, что жилетка дала что-то свое, что мы в форме все. Все. Слыши, как нам отсюда отпетлять? Через 10-15 минут пойдут первые поезда. А тут нема точно сигналки дальше? Бон, а этот звонок только что о чем говорил? Скоро включается напряжение, у нас осталось 10 минут. Слышь, Бон, это в порядке вещей вообще такой движ? Ну, конечно. Я же говорю, наши подвязки, оно нам помогает. Поэтому, СУС, ты не переживай. Видишь? Я никогда не видел просто. Я не привык обманывать. Не, мы никого не обманываем. Мы сегодня... А, ну у тебя старое подсвечение осталось? Ну, конечно. А, я понял, что мы так свободно в вальяж находим. Потому что у тебя старые концы. Конечно, у нас только нету связи на арсенальной. Ну, потому что там слишком серьезные объекты, три бункера. А все такие мелкие станции, все, как бы мы спокойно проходим, без всяких проблем. Так что сейчас буквально еще 100 метров проходим, и мы на свободе. Пацаны, вон кто-то с фонарем вышел на рельсы, трется там непонятно что, поэтому петляем по-быстрому. Ну, давай, да, потому что сам не видно. Давай под забором, в натуре вдоль забора пройдем, хотя бы 100 метров, чтобы не было видно нас. Так, друзья, вроде отпетляли, нормально, но сейчас будем шифроваться, ждем машину. Ждем машину, чтобы нас отсюда вывезла, потому что по мосту уже идет за нами там погоня. Уже идет полицейский с фонаремами, и кто-то там за нами, короче, вышел. Не поверили, походу, на слово, кто-то вышел за нами, надо убегать, убегать надо. Так, друзья, Боно, спасибо, что спас от кичи, от сумы, от тюрьмы, от всего, что от рук своих полицейских вырвал нас. Спасибо, дайте Бог здоровья. Будем двигаться, это точно, Боно? Будем двигаться уже в 2022 году. Полина, Полина! Дядька, здорово, ты же регулировщик, помнишь, ты Моргенштерна пел? Привет. Давай, дядька. Я пришел, я кушал, давай выкину. Да нет, нормально. Давай, давай. Нет, там кофе еще есть. Давай, давай, аудио 3. Да я знаю, привет, за что? Привет всем. Ты же пел у нас Моргенштерна с трейсером, помнишь? Без примера, ламба или фера. Я помню. Все, братанчик, давай, доброй ночи. Горной ночи. Десяточку дали? Да, то тебе. То тебе забери. То на пиво.